Девушки отдыхают Нет, просто меня редко просят узнать не об очередной аномалии. Собрав же данные по вашему запросу, мною было выявлено, что температура снаружи комплекса плюс 2 градуса Цельсия, облачно, возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Спасибо. Слушай, а ты знаешь какие-нибудь слухи? Да. Круто, а что самое свежее? Некоторые сотрудники североамериканского и российского филиалов обсуждают вероятность того, что SCP-096 приобрел свои аномальные свойства благодаря SCP-1529. Это же про скромника и царя горы. Но это полнейшая глупость. Аномалии ведь никак не связаны. Я придерживаюсь того же мнения. Можешь рассказать мне подробнее об этой теории? Вы наверняка помните про фотографию альпиниста, сделанную на фоне SCP-096, ту, где лицо объекта присутствует на 4 пикселях. Поскольку местность, отображающаяся на снимке, представляет собой заснеженные горы, некоторые сотрудники предположили, что SCP-096 изначально появился в Гималаях, в окрестностях Эвереста. Анда, Кордильер, Скалистые горы, Тяньшань, Памир. Существует множество заснеженных гор, на фоне которых мог сфотографироваться покойный альпинист. Но предположим, что это были все же Гималайи. Теоретики утверждают, что нахождение двух аномалий в данной местности не может быть случайностью. Однако, насколько я помню, SCP-1529 постоянно пребывает в мертвой зоне Эвереста. Это в 8 тысячах километров над уровнем моря, так? И даже в периоды активности объект не опускался ниже данной отметки, за исключением инцидента 1529-1. Гималайи покрывают площадь более миллиона квадратных километров. Встреча двух гуманоидных аномалий в регионе, наоборот, слишком маловероятна. А если допустить, что SCP-096 на тот момент не приобрел свои аномальные способности и был обычным альпинистом, подобравшимся к вершине Эвереста? Вы же помните, какими аномальными свойствами обладает SCP-1529? При зрительном контакте с объектом человек начинает замерзать независимо от климатических условий. Объект также обладает гипнотическим эффектом. Жертва не может оторвать взгляд от аномалии и начинает чувствовать счастье, тепло и уют. Смерть от переохлаждения наступает через 1-2 часа после установления зрительного контакта. Согласно инциденту 1529-1, в котором альпинист смог выжить после столкновения с SCP-1529 и рассказать фонду о произошедшем, нам стало известно, что объект жестоко издевается над своими жертвами, которые видят безмятежные видения о теплой ванне и отдыхе на пляже, пока не умрут от обморожения. Объект считает это своим даром. Теоретики предполагают, что альпинист под воздействием объекта разделся, однако смог разорвать зрительный контакт с SCP-1529 и воспротивиться гипнозу. Он оказался от дара аномалии и тогда SCP-1529 сделал мужчину неуязвимым, чтобы дольше подвергать мучениям. Застряв на горе, он выработал защитный механизм. Если объект пытался заглянуть ему в глаза, он впадал в ярость и оказывал активное сопротивление, чем отпугивал SCP-1529 и, возможно, даже наносил раны. Со временем альпинист сошел с ума, его кожа побелела на солнце, а тело и конечности вытянулись, чтобы было легче взбираться по горам. Но у нас нет никаких свидетельств или доказательств, что SCP-1529 может наделять своих жертв неуязвимостью. Альпинист, выживший при инциденте 1529-1, тоже отказался от дара объекта и даже разбил его очки. Однако бессмертным он не стал, и после спасения потребовалась ампутация пальцев ног и первых фаланг пальцев рук. Поэтому у нас есть прямые доказательства, что SCP-1529 наоборот не обладает данной аномальной способностью. И если принять во внимание данный факт, то как предполагаемый SCP-096 справился с голодом, жаждой и холодом? Более того, без защитной экипировки альпинист должен был не просто замерзнуть, но и ослепнуть при отражении солнечных лучей от снега. Если SCP-096 имеет данный защитный механизм, тогда почему аномальный эффект распространяется на фотографии, когда человек не сохраняет прямой зрительный контакт с объектом? Сколько лет проходила подобная трансформация? Как обычный человек мог адаптировать свое тело под столь экстремальные условия? В конце концов, почему кожа объекта побелела на солнце, а не стала более темной? Эта теория – один сплошной бред. И это еще не все. Теоретики даже выяснили, кем являлся тот альпинист. Как вы знаете, в 1924 году была предпринята третья британская альпинистская экспедиция на гору Эверест, в ходе которой пропали без вести Джордж Мэлори и Эндрю Ирвин. 1 мая 1999 года были обнаружены останки Мэлори, однако тело Ирвина так и не было найдено. Альпинист, выживший при инциденте 1529-1, поведал, что Мэлори погиб от рук SCP-1529. Следовательно, объект мог также контактировать и с Эндрю Ирвином. Это просто смешно. При восхождении на Эверест погибло более 300 человек, и тела многих по-прежнему не были найдены. Гугл в помощь. Вот, пропал без вести Мик Бёрк из экспедиции Криса Боннингтона 1975 года. Пропал Джо Таскер из британской экспедиции 1982 года. Ясоо Като и Тосиаки Кабояси пропали в том же году во время японской экспедиции. В 1984-м пропал болгарский альпинист Христо Проданов. Они тоже могут быть SCP-096 согласно такой логике. Но на самом деле все они просто мертвы. Как я уже сказал, я придерживаюсь того же мнения, что и вы. Но надеюсь, что размышления о качестве данной теории немного вас развеселили. Лишь самую малость. О, мне пора идти. Я обращусь к тебе позже, Граут. Конечно, мисс Эрин. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok